Участники вебинара, я надеюсь, меня хорошо. Что видно, видно. Надеюсь, что и слышно тоже хорошо. Тема сегодняшней нашей встречи о том, как создавать электронные уроки в Google классе. Сегодня такой немножко необычный формат вебинара. Обычно я всегда бросаю много ссылок в чат, рассказываю много-много о инструментах. Сегодня инструмент у нас будет только один. Будет пошаговая инструкция для тех, кто хочет создать либо электронный урок в Google классе, либо целый курс онлайн в Google классе. Как раз прежде всего для них сегодняшний мой вебинар. Итак, несколько слов вступления. Наверняка про Google класс слышали все. Может быть, кто-то даже пользовался, сам участвовал в работе Google класса. Может быть, кто-то создавал. Google класс – это необычная виртуальная платформа, бесплатная, которая позволяет создавать учебные курсы, размещать электронные уроки. На этой платформе что можно сделать? Ну, прежде всего, создать свой урок или целый курс. Можно записывать учащихся на этот курс, приглашать их к работе, делиться с ними учебными материалами, выдавать им задания, получать эти задания, выполненные оценивать, выставлять оценки, следить за прогрессом учащихся и даже наладить обратную связь. То есть, комментировать работу учащихся, учащиеся могут задавать вопросы, ну и даже дополнительно можно придумать, как настроить учащихся комментирование между собой. В общем, практически все необходимые возможности здесь учтены. Большой плюс, что этот сервис сейчас на русском языке и можно очень неплохо пользоваться. Самое основное требование для создания Google Класса – это наличие Google Аккаунта. Как я уже сказала, у этой платформы очень много плюсов. Плюс к тому, что я перечислила. Этот сервис достаточно простой, в нем нет рекламы, потому что очень многие бесплатные сервисы перенасыщены рекламой. Это не есть хорошо, особенно если вы работаете с учащимися школьниками в этом смысле. Такие сервисы не подойдут однозначно. Ну и кроме того, Google Класс Рум дает возможности для коммуникации, для совместной работы. К тому же он хорошо интегрируется со всеми сервисами Google, которые существуют, плюс еще с некоторыми сторонними сервисами. Но по ходу встреч я об этом немножко расскажу. Итак, если мы решили создать свой первый Google Класс, что нам для этого нужно? Я бы посоветовала завестись браузером Google Chrome. Это необязательное требование, но так вы будете очень быстро получать доступ к Google Классу с помощью этого браузера. Но даже если у вас его нет, это не такая уж необходимость. Важнее всего второе. Это завести либо электронную почту Google, либо аккаунт Google. Но это примерно одно и то же. Потому что когда вы заводите аккаунт Google, вы в довесок можете еще и получить новый электронный ящик, новую почту. Вот как раз об этом я и поговорю сейчас. Расскажу вернее. Ну, как установить браузер Google? Буквально один слайдик. Скачиваем на сайте официальном, устанавливаем на компьютер, получаем браузер. Из этого браузера вы можете легко находить свой Google Класс. Всегда он будет у вас под рукой. Плюс хороший поисковик. Возможность искать по сайтам, по картинкам. В общем, возможностей у этого браузера достаточно много. Далее. Ну, а далее нам необходимо завести аккаунт Google. Для этого нужно пройти несложную регистрацию. Сейчас я ссылочку вам отправлю. Здесь можно немножко почитать о Google аккаунте, какие он дает возможности, что можно с его помощью делать. Вот ссылочка. А я расскажу о том, как его создаем. Ну, сначала представляемся. Конечно, имя, фамилия. Придумываем название своего ящика электронной почты, если он вам нужен. Так называемое имя пользователя. Окончание у ящика будет gmail.com. Нужно использовать латинские буквы, цифры и точки. Самое главное, чтобы этот адрес уже не был занят. То есть тут придется немножко поэкспериментировать. Если вам ни в какую не нужна новая почта, то вы можете использовать текущий адрес своей электронной почты, любой какой у вас есть. Mail, Яндекс, может быть что-то другое. Вот я в красную рамочку вынесла эту ссылку. Использовать текущий адрес. То есть Google ящик вам не заведут, но Google аккаунт у вас будет. Далее придумываем пароль. Его несколько раз набираем. Пароль из 8 знаков, буквы, цифры, специальные символы. Ну и далее нажимаем кнопку «Далее». Что происходит потом? После регистрации вы получаете доступ ко всем сервисам Google. Прежде всего у вас появляется Google диск. Ну я думаю, все наверняка знают, что это виртуальное хранилище, которое дает определенное количество места. Где вы можете размещать свои документы, создавать там внутри презентации, таблицы, рисунки, что еще, опросы, виртуальную доску и многое-многое другое. Google диск. Все это у вас сохраняется и ко всему этому простой доступ из браузера. Открываете браузер Google, вот этот вот значок с точечками в правом верхнем углу. Это как раз и есть быстрый доступ ко всем сервисам Google. В том числе среди списка этих сервисов ближе к концу можно увидеть сервис, который называется «Класс». Это он и есть, Google Класс. Вот как раз мы его и выбираем для создания. Если у вас нет браузера Google, то можно из любого браузера попасть туда по ссылке. Вот ссылка на Google Класс. Походу, можете, если вы с компьютера на вебинаре сейчас находитесь, можно пооткрывать, посмотреть, может быть попробовать что-то создать, пока я буду это рассказывать и показывать. Итак, выбираем Google Класс, переходим в виртуальный конструктор, приступаем к созданию курса. Ну вот изначально здесь будет пусто, у меня здесь два курса уже созданы. Изначально вот этот виртуальный конструктор будет пустой, здесь всего несколько кнопок. Самая главная кнопка, я ее в красную рамку вынесла. Это кнопка с плюсом, которая позволяет создавать курсы. Выбираем, нажимаем эту кнопку. И первое, что у нас попросят, это придумать название курса, прописать раздел, предмет, аудиторию и так далее. Обязательное поле, здесь одно, первое, это история зарубежной литературы 19 века, название, то есть курса. Все остальные поля необязательные, факультативные, можно заполнить, а можно пропустить. Далее, после того, как вы заполнили хотя бы первое поле, нажимаем кнопку создать. Сразу получаем вот такое вот красивое виртуальное помещение, виртуальную комнату, внутри которой будет находиться наш курс. У каждого курса есть уникальный вот такой вот код, из набора букв выдают его, плюс можно получить еще и ссылку. Внизу есть кнопочка копировать ссылку. Ссылка и код нужны для того, чтобы вы их рассылали учащимся для присоединения к этому курсу. Вы можете сразу скопировать и сохранить себе, ну и потом учащимся рассылать для работы. Дополнительно я еще расскажу, что есть специальные приглашения, я вам могу сейчас сразу послать ссылку на мой курс. Он такой экспериментальный, можете посмотреть изнутри, как это работает. Единственное, что так просто туда не попасть, нужен аккаунт Google. То есть, если у вас на данный момент его нет, то попасть внутрь не получится. А если есть, то можно. Вот ссылка на курс, но это код к курсу. Вот такой вот. Можно походить там, присоединиться к курсу, посмотреть, как что, понажимать разные кнопочки. Итак. Да, приглашаем на свой курс только тех, у кого есть Google аккаунт. Это обязательное условие. То есть, если вы учеников хотите подключить к Google классу, то им необходимо завести Google аккаунт. Вот, это обязательное условие. Но про приглашение я чуть попозже расскажу. Давайте сразу осмотримся для начала, на что похож Google класс. Ну, можно здесь настроить, красивую картинку сделать, выбрать тему оформления, загрузить фотографии. Есть несколько тем, около восьми разных, красивых, не очень. Можно из них выбрать, а можно свою картинку загрузить в качестве обложки для особой красоты. Здесь две панели инструментов. Первая панель вверху в красной рамке. Горизонтальная, она никуда не исчезает, она всегда будет перед глазами. Слева в углу значок с тремя вертикальными линиями. Это всплывающая панель. Если нажать на этот значок, то она появится. Это дополнительный инструмент. Давайте посмотрим основные. Лента, задания, пользователи и оценки. По умолчанию включена лента. Я предлагаю полистать, начиная с заданий, посмотреть, как это все работает. Задания. Да, кстати, вот про всплывающую. Если нажать на три этих линии, то получится вот такая вот всплывающая информация. Что здесь в этой информации? Первый значок курса. Это открывается весь список ваших курсов. Ну, вот как раз она сейчас открыта. Три курса открыта. Дальше. Кнопочка «Календарь». Это на тот случай, если у вас много курсов, много заданий, вы раздаете разным классам, разным учащимся. Календарь поможет отслеживать, на какую дату, какое задание вы задали. И тайм-менеджментом немножко распоряжаться. Сейчас я увидела вопрос, сейчас прервусь, отвечу. Далее кнопочка «Непроверенные задания». Это все задания, которые вам прислали, которые вам необходимо проверить и выставить, ну, оценить, скажем так. Далее отдельно каждый курс еще прописан вот такими вот буковками. Архив курсов тоже можно посмотреть. Ну и, наконец, самое последнее, кнопка интересная. Это для настройки курсов. Если вы хотите поменять, например, название курса, аудиторию курса, как-то его изменить, то всегда можно это сделать в настройках. Прерываюсь. Увидела, что не во всех школах разрешают работать на Google сервисах. Да, это действительно проблема. И не только в школах, но и в библиотеках иногда эти сервисы просто блокируются. А жаль, потому что это очень хороший инструмент. Но, по крайней мере, вы можете работать дома. Если дистанционное обучение позволяет вам работать не из школы, а из дома, то, в принципе, вы можете задания и таким образом помещать и рассылать. Ну, по крайней мере, когда в прошлом учебном году я оказалась на дистанционке, у меня не было ничего, и Яндекс не работал, и РЭШ висел, то вот Google класс как раз мне пришел на выручку. Да, иногда приобретают платный корпоративный аккаунт. Он называется Google Suite. Он платный, но тогда там уже будут продвинутые возможности, там больше возможностей. Google класс, конечно же, можно использовать не только для школьников, но и вообще для всех учащихся. Для студентов, для взрослых. Я знаю, многие мастер-классы проходят, для взрослых я имею в виду, на Google классе. Google класс – это хорошая штука, если вы не хотите создавать определенный сайт, допустим, сайт какого-то своего мастер-класса или курса, размещать там материалы, просто у вас нет хостинга, вам не хочется тратить время, или наоборот, как-то ограничены со временем. В общем, Google класс позволяет в сжатые сроки сделать, достойно представить учебные материалы. И большой плюс, что здесь можно подгружать разные форматы материалов, презентации, тексты, видео, ну, практически опросы, голосования, в общем. Поэтому Google здесь, конечно, очень хорошая вещь. И вы не ограничены, еще одна важная штука, вы не ограничены, как некоторые сайты позволяют загружать определенного веса информацию, то есть вы можете подгружать здесь достаточно весомые, допустим, большие тяжелые презентации, это все будет работать. В общем, вот, таким образом. Да, если Google Сью-то нет, то это не критично, вы можете создать свой личный аккаунт и работать с личного аккаунта. Вот, собственно, вот этим я и занималась в апреле и в мае этого учебного, вернее, прошлого учебного года. Ну, возвращаемся, продолжаем дальше. Далее. Вы можете пригласить преподавателей в настройках, вы можете пригласить еще кого-нибудь к себе в соавторы, преподавателей и учащихся. Делается это во вкладке «Пользователи», она вверху находится, нажимаем «Пользователи», и у вас списочком появляются преподаватели и учащиеся. По умолчанию изначально будете только вы, как создатель и единственный преподаватель. Но если у вас курс большой, из многих модулей состоит, и вы не один работаете, а со своими коллегами, то вы можете прописать их в преподавателях. Они будут иметь все те же возможности, что и вы, то есть они могут удалять пользователей, прикреплять новых пользователей, добавлять учебные материалы, опросы, все-все-все делать, кроме одного, единственное, они не могут удалить ваш курс. Вы создатели, вы только можете его удалять, если захотите, все остальное они могут делать так же, как и вы. Опять-таки, им необходимо Google-аккаунт создать, вы получаете их адрес электронной почты и рассылаете приглашение. Все очень просто, вписываем адрес, нажимаем «Пригласить». Им приходит письмо с приглашением присоединиться, они нажимают и попадают внутрь вашего класса. С учащимися примерно такая же история. Вы вписываете адрес электронной почты, ну вот я вписала такой пробный адрес, вверху ссылка для приглашения, она будет вмонтирована в само приглашение, то есть вам ничего копировать здесь не надо, хотя если хотите, ее можно скопировать и рассылать вручную без приглашения. Они абсолютно аналогичны, и приглашение, и ссылка. Ну и нажимаем кнопку «Пригласить», и приглашение отправляется в электронный ящик. Ну, оно вот так, например, может быть, выглядеть. Имя, фамилия учителя, приглашение, какой курс, к какому курсу приглашают, и дальше кнопочка «Присоединиться». Либо «Джойн», либо по-русски «Пригласить». Там по-разному может быть. Ну и далее учащийся нажимает, попадает в класс. Если он в этот момент не в Google аккаунте, то ему сначала попросят войти в Google аккаунт, и потом уже присоединиться. Вот. Идем дальше. Продолжаем. С учащимися. Ну вот, например, у меня был когда-то такой пробный вебинар. Кто-то из слушателей присоединился к моему классу. Вот так вот выглядит список учащихся. После того, как они присоединились, они появляются в списке, и вы можете даже отправить каждому из них письмо. Вот три точки нажимаем, отправляем письмо учащемуся. Так можно с ним общаться через Google класс. Это письмо может увидеть только вы и тот, кому вы его написали. Если поставить галочку напротив фамилии какого-то из учеников и выбрать действие, то там из выпадающего списка, например, появится кнопка «Удалить». Вы можете кого-то из учащихся удалить из класса, если вы ошибочно кого-то пригласили, либо кто-то выбыл из вашего класса. В общем, здесь можно по действиям тоже либо добавлять пользователей, либо их удалять. Если нажмем на каждого из пользователей, на его личную страничку, то откроется список заданий, которые он выполнил и которые ему предстоит сделать, если вы ему что-то назначили выполнить. И так можно по каждому учащемуся просмотреть и информацию, что он выполнил, что нет, и на каком этапе работы он остановился. Это что касается вкладки пользователей. Идем дальше. Ну вот как раз про то, что про действия. Можно отправлять письмо, можно удалять из класса. Вот что такое игнорировать, я с трудом представляю. Наверное, просто не получать никаких уведомлений от учащегося. Правда, не знаю нужность этой кнопки, но так или иначе она здесь тоже присутствует. Продолжаем дальше. Самая интересная кнопка «Задание». Она позволяет добавлять учебные материалы и разные виды заданий, опросов и прочего-прочего. Всего в выпадающем списке здесь 5 вариантов разных заданий, которые можно прикреплять. В самом низу еще есть такая кнопочка, называется она «Тема». Тема – это для тех курсов, в которых внутри курса у вас будет несколько разделов, несколько тем. Вам нужно создать тему, ну, а затем, после того, как вы ее создали, внутрь этой темы уже можно загружать и материалы, и задания, и разные другие полезные вещи. Поэтому, ну, если курс всего из одной темы, то тогда смысла ее создавать нету, а если много разделов, то сначала удобно создать темы, а внутри каждой темы уже создавать задания, вопросы и прочее. Ну, давайте посмотрим по порядку задания. Самая простая кнопочка, самая функциональная, на мой взгляд. Открывается конструктор для конструирования задания. Что с ним можно сделать? В кнопочке «Название» вписываем название вашего задания. Либо это тема, либо там какой-то вопрос, на который учащиеся должны будут ответить. В общем, в названии прописываем какую-то основополагающую мысль. Далее инструкция. Что необходимо сделать? Ну, например, вы в названии вписываете тему сочинения, а в инструкции пишете, что необходимо написать сочинение объемом 250 знаков, желательно без ошибок. Ну, в общем, тут инструкцию прописывайте вы сами. Далее здесь есть две кнопки «Добавить» и «Создать». Кнопочка «Добавить» позволяет добавлять разный контент к этому заданию. Контент желательно, чтобы он у вас сохранялся на Google Диске. Оттуда вы его и будете добавлять. Ну, самая первая кнопка как раз и подсказывает Google Диск. С Google Диска вы можете прикрепить любые материалы, которые у вас там хранятся. Фотографии, документы, либо там у вас уже есть готовая презентация. Все что угодно с Google Диска, в общем, одним словом. Далее ссылка. Ссылка может быть на какой-то внешний ресурс. Например, на каком-то внешнем ресурсе расположена очень интересная статья, которую вы рекомендуете прочитать перед тем, как писать сочинение, например. Для этого нужна кнопка «Ссылка». Файл. Кнопка «Файл» немножко дублирует Google Диск. Честно говоря, поля примерно одни и те же открываются, потому что файл работает тоже с Google Диска. Я так понимаю, что кнопка Google Диск, она больше для самих сервисов Google, то есть там презентации, формы разные, опросы и так далее. А файл – это документы, которые вы туда загрузили. Разные фотографии, PDF-документы и так далее. Хотя вот особой разницы я между этими двумя кнопками не увидела, и то и то хорошо грузит именно с Google Диска. Ну и, наконец, видео с YouTube тоже можно прикрепить сюда. Это что касается первой кнопки. Вторая кнопка. Если на Google Диске у вас пока пусто и ничего не создано, а хочется уже что-то создать и прикрепить, то можно прямо в режиме онлайн прямо приступить к созданию. Создавать можно документы, презентации, таблицы, рисунки и формы. Я уже подробно по каждому элементу не буду распространяться, как создавать отдельно документы, презентации, таблицы. Про форму чуть попозже расскажу. Но делается все это очень просто. Выбираете любую форму, например, документ, открывается документ, похожий на Word, и вы в нем набираете необходимую инструкцию, задание, в общем, какой-то материал впечатываете. Презентация напоминает PowerPoint. Нажимаете, открываются слайды, добавляете слайды, прикрепляете, добавляете на них картинки, тексты, названия и так далее. Таблицы. Таблицы напоминают экселевские таблицы, которые вы тоже заполняете, и они прикрепляются к этому заданию. Рисунки – это такая особая вещь. Там уже надо что-то либо рисовать, либо загружать. Ну и формы имеются в виду опросы и тесты. Тесты, викторины, опросы. Все это можно создавать в режиме онлайн. Далее. С правой стороны находятся очень полезные поля для настройки задания. Перед тем, как его отправить учащимся, нужно его каким-то образом настроить. Ну и изначально это задание предписывается всем учащимся. В поле так и называется – все учащиеся. Если вы хотите задание индивидуально для кого-то выбрать, то для этого нажимаем на выступаемый, как он называется, выпадающий список, и из списка учащихся выбираем тех, для кого вы адресуете это задание. Баллы. По умолчанию стоят 100, вы можете прописать любую другую цифру. Можно по пятибалльной шкале, например. Максимальное количество баллов, которые можно получить за эту работу. Срок сдачи – это поле для того, чтобы учащиеся получали сразу дедлайны и знали, какому сроку нужно выполнить работу. Открывается календарь. Вы выбираете из календаря нужную дату и сохраняете это. Дальше. Если вы хотите, чтобы ваше задание попало в определенную тему, то из списка тем ее нужно выбрать. Я в самом начале говорила, что нужно сначала тему создать, а потом внутри задания крепить. Ну вот, здесь можно сразу же выбрать тему и к ней прикрепить. Далее. Дополнительно есть еще критерии оценки. Но про критерии сейчас я еще подробно проговорю. Например, я вот добавила Google Документ. Прикрепила его. С Google Диска добавила. И далее рядом с этим документом есть три варианта работы с ним. Что могут сделать учащиеся с этим документом? Это может быть справочный документ. И учащиеся его могут только посмотреть, почитать. Например, там какая-то дополнительная информация по проблеме, которая поможет им ответить на вопросы. Например. Дальше. Учащиеся могут редактировать файл. Это, например, вы хотите организовать совместную работу с документом или с презентацией, без разницы. Вы создаете этот документ, предоставляете доступ учащимся и даете им возможность редактировать. Например, у вас какой-то совместный проект, и каждый учащийся что-то туда вписывает свое. И, наконец, на тот вариант, если вы хотите, чтобы они не подсматривали, и каждый самостоятельно что-то создавал, то для этого можно сделать копию для каждого. Каждый ученик получит копию этого документа и будет с ним работать. Вы можете прикрепить обычный Google документ. Например, вот тема написать сочинение, сделать упражнение. Это что мне близко. Можно создать такой документ, прописать наверху задание в этом документе и оставить пустой лист. Учащийся получает копию этого листа, ну и дальше в нем набирает свое сочинение. Нет необходимости учащимся создавать отдельно какие-то документы, фотографировать, крепить, как вот сейчас в дистанционном обучении это все происходит. Вы раздаете копию такого рабочего листа, и учащийся там внутри этого рабочего листа уже выполняет задание. А вы собираете эти копии и проверяете. Такой вариант работы. После того, как вы прикрепили документ, создали что-то, кстати, прикреплять и добавлять можно большое количество. Не обязательно, это может быть один, может быть несколько документов, может быть справочное какое-то, пособие и тест, и презентацию сюда же прикрепить. В общем, тут возможности почти не ограничены. Критерии оценки с правой стороны. Еще о чем забыла сказать про критерии оценки. Пусть фоточки прикрепляют. Да, кстати, хороший вариант, прикрепляют в Google Документ фоточки. Тоже хорошая вещь, да. Ну, в любом случае, вы им выдаете копию документа, там пишите инструкцию, что они должны сделать. А они могут, да, фоточки туда загружать, и будет все отлично. Хороший вариант, спасибо за подсказку. Критерии оценки. Для чего это нужно? Это на тот случай, чтобы избежать сразу множества вопросов. А почему у меня 5, а почему у меня 4, а почему... Ну, в общем, много-много почему снять. Для этого можно прописать критерии оценки. Например, вы прописываете, допустим, 5-бальная шкала, вам нужно добавить сюда 5 условий. Ну, или 4-бальная, если начинать с двойки. Допустим, максимально можно получить 5 баллов, и вам нужно прописать 5 так называемых условий. Добавляем новое условие, а значком плюсик. Добавить условие. Далее. Название условия. Обязательное поле. Сюда вы вписываете, допустим, там, оценка 2 балла. Ну, в общем, как-то нужно назвать этот критерий. А дальше в описании вписываете требования. То есть, например, у вас в критерии 5 баллов, а в описаниях вы пишете, что работу нужно выполнить без ошибок, безупречно, без речевых ошибок, без грамматических, с одним речевым недочетом, например, возможно, и так далее. Далее новое условие. Создаете, например, 4 балла. И там прописываете, что допустимо 1-2 ошибки орфографических, 1-2 пунктационные, 2 речевых и тому подобное. Вот таким образом можно прописать все-все условия. Когда учащийся откроет свою электронную почту или зайдет в Google Class, он получит там задание, и к этому заданию сразу же будут прикреплены критерии. Это хорошая штука, и вы сразу избавитесь от большого количества вопросов, которые могут появиться у учеников по ходу выполнения, если в критериях все будет прописано. Хорошая вещь, можно пользоваться. Ну, давайте пойдем дальше. Это было просто задание до этого, задание с тестом. Задание с тестом – это вообще-то разновидность заданий. Здесь название, какая-то инструкция, и в качестве прикрепленных материалов здесь разные тесты и викторины. Их тоже можно добавлять по ссылкам с Google Диска, например, а можно прямо в режиме онлайн создать. Вот, например, у меня сейчас в режиме онлайн Blank Quiz. Пустой бланк для создания опроса или викторины. Вот давайте поэкспериментируем, как он создается. Ну, как прикрепить, тут все понятно. Подключаем Google Диск, находим и добавляем. А вот как в режиме онлайн работать с этим, с пустой формой. Google форма выглядит следующим образом. Ну, например, вот, если вы ее выберете, то такой вот откроется конструктор, который нужно заполнить. Что здесь очень все просто. Даем название, описание. Например, в название вносим тему. В описании викторина, допустим, для пятого класса. Ну, а дальше вписываем вопросы, на которые учащиеся необходимо ответить. Вопросов неограниченное количество. Можно сделать обязательными вопросы, можно факультативными. Если хотите обязательные, то есть вот этот вот маркер внизу, ползунок, который надо передвинуть вправо. И тогда учащиеся не смогут вам отправить незаполненную эту викторину, незаполненный тест, пока на все вопросы не ответят. Полезная опция. С правой стороны находятся элементы, которые можно вставить внутрь этой формы. Тексты, ну, сверху вниз пойдем. Если нажать плюсик, то открывается вот такой вот списочек, небольшой текст. Картинка, видео. Это все можно вмонтировать прямо внутрь викторины. И будет она не только тестовая, но и в виде, например, видеовикторина, викторина с картинками и так далее. Ну, вот примеры видеовикторины я вам сейчас отправлю в чат. Если кто-то не имел представления о Google форме, чтобы вы посмотрели, как это может выглядеть. Далее нажимаем на кнопочку «Один из списка». Вот у нас первый вопрос. Там, где написано «Вопрос без заголовка», вносим формулировку вопроса. А дальше вам нужно выбрать вид этого вопроса. Видов тут много. Ну, вот, например. Давайте по порядку пойдем. Первое – это текст в виде строчки. Например, это полезно для кратких ответов на вопрос. Одно-два слова, допустим. Назовите название битвы, которая произошла в таком-то году. Далее. Текст-абзац. Это для более развернутого ответа, но все-таки не очень большого сочинения там точно не напишешь. Одно-три предложения. Более подробный, более развернутый. Поле для заполнения будет просто чуть-чуть побольше. Один из списка – это самый распространенный вариант. Если у вас викторина с выбором ответов, правильных и неправильных, то выбираем либо один из списка, то есть один будет правильный ответ, и либо несколько из списка, если правильных ответов будет несколько. В этом случае вам нужно будет прописать все варианты ответа и пометить рядом с правильными ответами их либо галочкой, либо точечкой, чтобы сервис разобрался, где правильные, где неправильные. Далее раскрывающийся список. Выпадает такой список, из которого нужно выбрать один из вариантов ответов тоже с выбором одного из. Далее. Вот здесь как раз можно загрузку файлов использовать, когда учащиеся могут что-то прикрепить к этому опросу. Полезная опция. Правда, я еще ее не испытывала, но, в общем-то, вот здесь можно попробовать, поэкспериментировать, попросить загрузить какой-то файл, например, и посмотреть, как он будет работать в Google Class. Далее. Шкала. Это для оценки по шкале, например. Это больше для голосования подходит, например, оценить что-либо по шкале от 1 до 10, до 5 и так далее. Далее. Сетка с множественным выбором и сетка флажков. Сетка – это вообще-то дается несколько строчек, нужно в каждой строчке найти правильные ответы. Ну и, наконец, дата и время – это с указанием либо даты, либо времени. Тоже такие частности. Но в основном чаще всего используются, конечно же, из этого списка первые опции, которые появляются. Далее создаем нужное количество вопросов. Каждый вопрос прописываем, добавляем картинку и видео, если это нужно. Сохраняем. И после этого это все сохраняется и в Google Class тоже. Ну и после этого, опять-таки, рассылаем учащимся. Забыла немножко сказать о том, что все, что вы создаете, все опросы, вот эти вот все задания, они изначально сохраняются в черновиках. Пока вы не нажмете на сакраментальную кнопочку. Сейчас я чуть вернусь назад. Ну вот, например, кнопка «Сохранить» позволяет просто сохранять. Вот, это кнопка фиолетовая «Создать задание». Изначально все, что вы сюда добавили, сохраняется как черновики. Вот рядышком написано «Сохранено». И вы можете просто закрыть крестиком, и тогда у вас в Google Class это будет лежать в черновиках. Вы так можете заранее насоздавать много-много вопросов, много-много заданий, но сразу их не показывать. Просто оставить у себя в черновиках, сэкономить время. А затем вы можете к ним опять вернуться, и чтобы разослать учащимся, нужно нажать фиолетовую кнопку «Создать задание». После этого все задания уходят учащимся, они получают их в Google Class, и им приходят уведомления на почту. Задание прислано. Вот таким образом. Поэтому тут надо осторожнее, главное ничего лишнего не отправить своим ученикам. Ну, возвращаемся дальше. Возвращаемся к вопросу. Вопрос у нас в чате. Удобно ли пользоваться с телефоном? У Google Class есть и мобильные версии для Android и для Apple техники. И то, и то должно работать, оно оптимизировано на телефонах. Если с точки зрения преподавателя, то лучше, конечно, на компьютере создавать, вам будет просто удобнее. Хотя чисто теоретически можно и с телефона это делать. Если что касается учеников, если задания будут несложные, например, тесты, выбор одного ответа из нескольких, какие-то несложные вопросики, то это с телефона удобно. Понятно, что сочинения они вам так не напишут прямо с телефона. А вот какие-то простые варианты заданий, да, это хорошо работает и со смартфона в том числе. Возвращаемся дальше. Это у нас было задание. Задание с тестом. Вопрос. Для чего нужны вопросы, если есть уже задания с тестами? Например, у вас всего один вопрос к учащимся, и для этого вам не хочется создавать целый опросник, Google форму, вот этот конструктор весь заполнять. Просто короткий вопрос, на который вы хотите получить короткий ответ. Либо краткий, либо один из списка. То есть с выбором вариантов ответа. В этом смысле поможет опция, которая так и называется вопрос. Здесь все очень просто. Задаем вопрос, выбираем вариант, который вам нужен, либо краткий ответ, либо один из списка, и он сохраняется. Вопросов вы можете добавить несколько, у вас получится менее такой опросник. Для чего это нужно, вернее, можно сделать? Например, можно провести голосование, опросить учащихся, узнать их мнение по какому-то вопросу, в конце концов. Можно оценить вот этот вот вариант задания, можно оценку за это поставить. Например, если вы хотите краткий ответ и получить на свои вопросы, можно очень быстро провести такой опрос. Раньше это называлось экспресс-опрос, но вот для этого есть такая опция. Опять-таки, здесь можно прописать и количество баллов, и срок сдачи, и выбрать нескольких учеников, не всех, а только тех, кого вы хотите задействовать. Еще здесь появляется одна интересная опция, фиолетовая галочка. Учащиеся могут комментировать ответы друг друга. Если вы этот опрос назначаете всему классу, то все учащиеся могут видеть, как отвечают их коллеги по учебе, скажем так, и они могут комментировать ответы друг друга. То есть вы можете здесь устроить дискуссию, в этом смысле задать какой-то проблемный вопрос, и учащиеся будут как в чате обсуждать, вот этот вопрос высказывает каждый свое мнение по этой проблеме. Либо каким-то другим способом себя указывает. Если галочку снять, то, естественно, они ничего комментировать не смогут, просто вы увидите их ответы. Ну и вторая галочка, что учащиеся могут редактировать. То есть если он сначала написал неверно, он может потом поправиться, если он захочет. Вот таким образом здесь дополнительные настройки, это вот дополнительная опция для коммуникации, чтобы учащиеся могли общаться друг с другом. Например, если вы проводите для взрослых, здесь можно написать какой-нибудь вопрос, например, как вы оцениваете этот мастер-класс. И дальше вы получите отзывы на свой мастер-класс. Учащиеся вашего мастер-класса будут высказывать вам свое мнение. Ну, например, как вариант. Далее. Далее, что еще можно размещать внутри класса? Так называемый материал. Материал – это лекции, разные теоретические сведения, которые необходимы учащимся для работы. Здесь нет ни заданий, ни опросников, это просто какая-то теория по теме. Ну, вот, например, у меня лекция, описание лекции, она состоит из трех частей. И дальше прикреплены два материала. Это вордовский, вернее, документ вордовский, который у меня на Google диске был. И презентация PowerPoint тоже с Google диска. То есть я сначала их загрузила со своего компьютера в Google диск, а потом сюда прикрепила. Можно и больше документов прицепить к этой лекции, если у вас объемный курс. С правой стороны я выбрала, что эта лекция адресуется всем учащимся. И прописала тему, в которую я хотела бы это поместить. После этого я нажимаю на кнопку «Сохранить», и все эти материалы будут доступны всем учащимся в курсе. Ну, это что касается заданий. Осталось у нас еще две кнопочки «Лента» и «Оценки». Сразу к ленте. Все задания, которые вы рассылаете учащимся, они все отображаются в ленте. Вообще лента – это такой инструмент, который позволяет в режиме актуальности просматривать все новости вашего курса. То есть здесь будет информация о том, какие добавленные материалы, какие задания появились на курсе. Сюда вы можете писать объявления. Для того, чтобы написать объявления, рядом с аватаркой есть такое поле, называется «Обратитесь к курсу». Здесь преподаватель может написать объявление текстовое, либо к этому тексту прикрепить еще дополнительные материалы. Здесь можно давать какую-то краткую, быструю информацию, такие экспрессы. Объявления для всех учащихся. Например, подсказать, что заканчивается срок сдачи проектов, какие-то срочные изменения произошли в курсе. Для таких экспресс-объявлений для этого и существует лента, где можно их публиковать. Как я уже сказала, можно к объявлению прикрепить те же самые материалы, что и к заданиям. То есть из Google Диска взять материалы и по ссылке добавить, и файл загрузить, и с YouTube видео добавить. Кроме того, объявления можно настроить для всех учащихся или для избранных. Если вы для избранных настроите, то эти объявления увидят только те, кому вы их адресовали. Например, вы хотите не очень сознательных учеников напомнить про дедлайны и пишите им такое объявление, они его увидят у себя в ленте. Все остальные их не увидят. Далее. Дополнительно в настройках, я уже показывала, что настройки будут в левой панели в самом низу, дополнительно в настройках есть такой раздел кода для приглашений. Кроме того, что там код курса помещен, там еще есть настройка для ленты. Если нажать на эти настройки, то можно сделать так, что учащиеся могут сами публиковать записи и объявления. Опять-таки, если вы хотите дополнительно какую-то коммуникацию и активность развить внутри курса, вы можете дать доступ вашим учащимся, они могут объявления публиковать. Ну, например. По умолчанию публиковать имеете право только вы, как создатель курса. Если хотите, вы можете разрешить учащимся публиковать объявления, оставлять комментарии, либо можете дать преподавателям возможность, вашим соавторам, публиковать так же, как и вы. Далее. Вопрос. Есть ли возможность проводить онлайн-трансляцию, в том числе своего экрана в Google Class? Насколько я знаю, в Google Class сейчас трансляцию проводить... Ну, вот так вот прямо из Google Class не получится. У них нет виртуального зала для трансляции. А вообще есть приложение Google Meet. Вот через Google Meet можно проводить онлайн-трансляции. Правда, сейчас там немножко монетизировалось все, там ограниченное количество пользователей. Ну, в общем, надо смотреть настройку Google Meet. Да, через Google сервисы можно трансляцию проводить, а потом ее, ссылку на эту трансляцию попробовать разместить в Google Class. Вот я бы таким путем пошла. Вопрос еще. Если курс уже опубликован после переноса файлов или смены рабочей папки курса или ссылки, придется переустанавливать или они корректируются автоматически? Вы имеете в виду смену папку на Google диске? Нет. Если вы поменяете на Google диске что-то, то нет, оно сюда прикрепится и автоматически все переустановится, я думаю. Правда, я таких экспериментов не проводила. Но если вы что-то удалите на своем Google диске, то оно и в курсе тоже удалится. Это точно. А вот если менять папки, это надо попробовать чисто теоретически. В обучалках по этому сервису ничего про это не сказано. Это надо попробовать, поэкспериментировать. Мне кажется, нет, не должно исчезнуть, потому что оно все прикрепляется, загружается внутрь Google Class в общем. Мне кажется, что не должно исчезнуть. Как вы видите использование сервиса Google Class в библиотеке? С библиотекой сложный вопрос. Если вы методист, то вообще отлично. Я это вижу в качестве обучения библиотекарей различным библиотечным и интерактивным премудростям. Можно мастер-классы проводить для библиотекарей и внутри Google Class с ними работать. Если вы обычный библиотекарь, то вы можете устроить в Google Class какую-то проектную деятельность для своих учащихся. Например, работать по проекту. На основе какой-то теоретической информации учащиеся будут выполнять ваши задания, например. Но больше, конечно, Google Class для учителей, хотя для библиотекарей можно тоже что-то придумать. Да, вот курс библиографии можно, например, свой создать. А почему нет? Можно свои авторские курсы создавать по библиографии, по библиотечному делу, по обслуживанию пользователей, по работе с электронным каталогом, да все что угодно. И обучать других, помогать другим. Почему нет? Сейчас это очень даже практикуется. Ой, в дошкольном образовании тоже, я бы скорее сказала, в методическом плане. Опять-таки собрать группу воспитателей и попробовать их в Google Class обучить чему-нибудь. Вот с дошкольниками, я не знаю, дошкольникам, мне кажется, рановато еще заводить себе Google Аккаунт и работать в Google Class. Я бы больше для школьников и для студентов, ну и для взрослых, само собой, рекомендовала. Для дошкольников воспитателей можно отлично так обучать, точно так же в Google Class. Но опять-таки там могут быть разные варианты, но если с родителями, например, дошкольников подключать, можно с родителями попробовать какие-то индивидуальные проекты. Но опять индивидуально. То есть, если они выскажут свое желание поработать, почему нет, можно совместно, пусть родители заводят тогда Google Аккаунт, подключаются, и можно внутри какие-то они совместные проекты со своими детьми будут делать, вам об этом рассказывать. Так что все возможно, тут главная фантазия. Ну вот, что касается объявлений, более-менее, я надеюсь, понятно, стало теперь самое интересное. После того, как учащиеся получили в своем личном кабинете все задания, получили дедлайн, получили критерии оценки и начали работать, и вот они все сделали, отправили вам на проверку, ну и дальше где это все можно посмотреть. Вызываем панель с левой стороны всплывающую, непроверенные задания. Нам нужна эта кнопочка, открываем ее. Вот, пожалуйста. В непроверенных заданиях у нас написано, что назначено 7 учащимся задания, то есть 7 ученикам разослано это задание, пока никто ничего не сделал, и пока еще оценок нет. Как только здесь появится какое-то выполненное задание, вместо нолика появится единичка, эта цифра поменяется. Ну вот, например, кто-то прислал, это чисто я уже тренировалась, чтобы показать, как это работает и по одной, и по другую сторону. Ну вот, один учащийся прислал, поэтому сдано одно, осталось 6 еще не выполненных, и вы можете открыть эту вот работу, посмотреть Google форму, проверить правильность, неправильность ответов и дальше пометить эту работу как сданную, как она так помечается. Вы назначаете в левом столбике кнопочку «Сдано», вкладочку «Сдано» выбираете, и там появляется вот такая надпись «Из 100». То есть максимально за этот тест положено 100 баллов, и вы ставите ту цифру, которую вы хотите за этот решенный тест назначить. Ну, например, я 80 баллов за этот тест хочу назначить, и вот там, где красная рамочка, сюда и вписываю. 80 из 100. Ну вот. Открывается вот такое окошечко, вот 80 из 100 я вписала, и дальше в этом окошечке есть еще комментарий к оценке. Здесь вы можете похвалить учащегося, указать на его ошибки, прокомментировать его работу. В общем, здесь можете расписать все ошибки, ответить на его вопросы, если у него были какие-то вопросы. В общем, это поле для комментария учителя. Все ваши комментарии сохраняются в Google классе, вы их можете всегда посмотреть и вспомнить, кому из учащихся вы какие комментарии оставляли и на что обращали внимание. Далее, чтобы ученик увидел свою оцененную работу и посмотрел комментарии. Кстати, комментарии – это не обязательно, главное – проставить баллы. А если комментировать нечего, то можно это поле оставить пустым. А дальше эту работу возвращаем назад, проверенную. Назымаю кнопку «Вернуть». Учащимся в личный кабинет приходит эта работа, оценка и комментарий. Он все это сможет почитать. И далее, после того, как вы все оценили, можно посмотреть сводную ведомость. Сводная ведомость находится во вкладке «Оценки». Вот наши 80 баллов здесь стоят. Дальше автоматически среднюю оценку по классу просчитали, тоже 80. И таким образом, как только появятся новые работы, автоматически средняя оценка будет считаться. Здесь еще поле незаконченное. То есть, если появится новое задание, появится новый столбик, в котором будут новые оценки. Таким образом, вы можете наблюдать за успеваемостью всего класса, кто на сколько баллов решил, какие задания, и контролировать процесс обучения. Другими словами, как это видит ученик изнутри. Вот у него тест, вот он его решил. У него появляется оценка, он может ее посмотреть. Ну и дальше у него появляется личный комментарий. Внизу написано оценка 80 из 100, а с правой стороны, ну и опрос написал комментарий, молодец. Вот он так появился у него. Он может выполнить это задание еще раз, нажать кнопку фиолетовую. Например, если в комментариях я ему посоветую переделать что-то, он может выполнить задание еще раз и отправить его еще раз на проверку. Вот таким образом можно налаживать коммуникацию. Если присмотреться, внизу еще есть поле для личных комментариев ученика. Если он что-то не понял и хочет уточнить у вас, задать вопрос, спросить, то для этого вот есть поле для комментариев. Он может вам встречный комментарий отправить. Для этого есть специальное поле, вы его увидите у себя под работой ученика. Вам придет уведомление, что ученик у вас что-то спросил. Ну и так вы можете с ним общаться. Таким образом. Ну и последнее, на что хотел еще обратить внимание, так-таки если вернуться в настройки, если курс большой, и если у вас там много тем, много модулей, и вы хотите, как это сказать, ну в общем, ситуация такая, например, вы ведете мастер-класс для взрослых, большой, из 8 модулей, и вы даете сертификаты об успешном окончании этого курса только после того, как учащиеся наберут определенное количество баллов. Например, там 60 баллов из 100. Они должны набрать, и тогда получают сертификат. Не считать же это все вручную, по каждому модулю, подводить итоги, высчитывать там среднеарифметическое и так далее. Для этого есть так называемый калькулятор оценок. Он находится в разделе оценки, а тот в свою очередь в разделе настройки. Это необязательное поле, можно его вообще проигнорировать, но для удобства, если у вас большие курсы, их много, то можно придумать такой калькулятор. Калькулятор оценки может быть трех видов. Если вы проигнорируете, то просто общей оценки нет, и тогда ничего высчитывать не надо. Здесь можно высчитывать на основе максимального количества баллов и на основе категории оценки. Что такое на основе максимального количества баллов? Это очень просто. Это просто суммируются все выполненные задания, и высчитывается общая оценка в процентах. Например, допустим, надо выполнить два задания, написать эссе и выполнить тест, каждый по 100 баллов. Учащийся выполнил на 90 баллов одно задание, на 95 – другое. В сумме 185 получилось. Это получается 92%. Сервис все автоматически вам посчитает, и вы, например, решили, что если учащийся набрал 160 баллов, то ему сразу даем сертификат. Сервис все посчитал, вы смотрите в табличке. Ага, 185 баллов, значит, выдаем сертификат. Очень просто. Можно эту оценку показывать сразу учащимся, для этого выбираем кнопочку «Показывать общую оценку». И здесь же можно прописать категорию оценки. То есть вы можете нажать на нижнюю кнопочку и прописать. Как мы прописывали критерии оценивания, вот здесь тоже можно это сделать. Ну, например, вы там пропишите, что, допустим, 80 баллов вы сдаете вот за такую работу, 60 за такую и так далее. Другой вариант – это уже по категории оценок. Второй способ. Это немножко посложнее. Здесь учитывается вес каждого задания. Ну, здесь у меня 50 на 50. А вообще-то здесь можно прописать, например, тест не такой важный. Поэтому, например, тест будет 20%, а вот сочинение 80%. И тогда количество баллов будет суммироваться уже по-другому. Это будет высчитываться в процентах. Допустим, за тест получаем такую оценку, в процентном отношении она будет вот такой. Ну, и в итоге среднее получается 85%, например. Ну, вот здесь сложные арифметические подсчеты, но, я думаю, смысл общепонятен. В общем, здесь учитывается вес каждого задания, потому что, согласитесь, задания бывают разные по сложности. Легкое задание вы можете оценить как 20%, например, а более сложное – как 80%. Главное, что в сумме 100% получилось. Ну, и далее вам сервис автоматически все посчитает, и вы получите среднее арифметическое. Ну, например, этот учащийся справился неплохо – 85%. За два задания он выполнил. Таким образом, вы заранее можете все это настроить, и тогда у вас не возникнет проблем с подведением итогов за весь курс. Тогда вы можете оценки за четверть выставить и, допустим, сертификаты выдать, ну, и как-то другим образом поблагодарить учащихся за участие, за работу. Ну, и последнее, буквально 5 минут. Вопрос возникает очень часто, а можно ли Google Class еще что-нибудь прикрутить? Ну, на самом деле, Google Class такой самодостаточный, хотя он с некоторыми сервисами начинает дружить. Один из таких сервисов – это сервис Квизис. Ну, может быть, вы знаете о существовании этого сервиса. Это сервис для создания мобильных викторин, то есть викторины, на которые можно отвечать с помощью мобильных устройств. Ну, вот примерчик викторины я вам в чат отправила. Если интересно, можете полюбопытствовать, что это за сервис такой. У него есть кнопочка для того, чтобы его подключать в Google Class. Я, правда, экспериментировала довольно долго, но почему-то не 100% интеграции. Я надеюсь, что со временем сервис как-то доработает, он будет уже 100% интегрироваться. Но так или иначе, такая возможность есть. Вообще, этот сервис позволяет создавать и уроки, и викторины, но в данном случае интеграция происходит в районе викторин. Как это все сделать? С чего начать? Либо в Google Class бежать, либо в Квизис? Начинаем с Квизиса. Сначала создать викторину нужно внутри него. Ну, после регистрации. Лучше регистрацию сразу сделать по Google аккаунту. Тогда 100% в Google Class доступ будет. Поэтому лучше не по обычной электронной почте, а будет выбор, там предложат в Google аккаунте зарегистрироваться. Вот его и выбираем. Выбираем название викторины, ее тему. Дальше выбираем, какие вопросы мы хотим внутри этой викторины. Либо с выбором, либо с флажками. Ну, флажок – это несколько правильных ответов, выбор – это только один. Заполнять пропуски, можно опросы проводить. Выбираем то, что нам нравится. Ну, и начинаем создавать викторину. Здесь очень простой конструктор. С левой стороны сам конструктор с вопросами и вариантами-ответами. Справа сразу видно, как это будет выглядеть на мобильных устройствах. Можно подгружать картинки. Правильные вопросы отмечаем галочкой. Назначаем баллы и время. Вернее, не баллы, а назначаем время за каждый ответ. Ну, например, 30 секунд на решение вопроса. Сохраняем это все зеленой клавишей. И вот дальше уже переходим в настройки этой игры. Вообще, эту викторину можно проводить на мобильных устройствах в режиме онлайн. Если вы в классе, например, во время урока или в библиотеке на мероприятии, вы можете эту викторину провести на большом экране. Вывести на проекторе. Каждый учащийся возьмет смартфон. У него будет код. Он войдет внутрь виртуальной комнаты. Это получается очень здорово. Если кто-то играл с мобильниками, это вообще довольно азартное мероприятие. Но нас в данном случае будет интересовать домашнее задание, поскольку интеграция здесь происходит вот через эту кнопку. Назначить домашнее задание. Назначаем. Назначить нужно время, дедлайн, сдачу. Максимальный срок – 2 недели. К сожалению, если попытаться больше выставить, вам скажут, что это платная опция, поэтому 2 недели выставляем. Срок либо более короткий, 2, 3, 4, сколько угодно дней до 10, до 2 недель. Далее. А вот следующая кнопочка будет интеграция в Google Classroom. Вот она, это фиолетовая кнопка с левой стороны. Этот сервис у вас отобразится, будет интегрирован в ваш Google Class. Либо можно ссылкой сразу делиться на эту викторину, либо учащиеся это в Google Classroom увидят. Тут два варианта. Можете ссылочку скопировать и всем разослать вручную, либо это все появится все равно в Google Classroom. Поэтому можно тут даже особенно не беспокоиться. Далее вас попросят присоединиться к Google Classroom. Мы нажимаем кнопочку «Разрешить», чтобы сервисы друг с другом синтегрировались. А дальше выбираем курс, внутрь какого мы хотим добавить эту викторину. У меня викторина по Стивенсу, поэтому я ее добавила в историю зарубежной литературы и нажала «Сохранить». Все. Добавлено. Ну и после этого можно теперь идти в Google Class и проверять. Если все сделано верно, она у вас там появится. И по сути учащиеся откроют это задание, увидят там викторину, пройдут по этой викторине. Единственное, что их попросят там представиться, написать свою фамилию, имя, чтобы вы могли отслеживать результаты этой викторины. Неанонимное все было, чтобы… Ну и все. После этого они могут играть или на мобильных, или на компьютере, как угодно. А вам будут в Google Class приходить их результаты. Вот таким образом. Дополнительные опции здесь. Кроме того, что вы прописываете название викторины, вы можете дать задание, выставить, когда должна начинаться игра. Можно прямо здесь и сейчас, а можно отсрочить, например, выставить завтрашний день, послезавтрашний день, когда эта викторина будет доступна. Ну и все, соответственно, сохраняем. Вот в Google появится вот такое уведомление. Если все сделано верно, то напишут, что тест был назначен в Google Class. Вот. Таким образом, опять вам подскажут, что есть ссылка, есть код. Вы можете все это скопировать, а можно прямо уже в Google Class смотреть. И внизу будет еще и статистика. Сколько процентов ответило на эти вопросы? Кто ответил, как? Более развернутая статистика тоже здесь доступна. Ну, а в Google Class это выглядит вот таким образом. Задание. Дальше прикреплена ссылка на эту викторину. И написано, назначена. То есть, эта викторина разослана всем участникам курса. Вот таким образом работает интеграция. К сожалению, интеграция при всей вообще замечательности, идее, она иногда работает кривовато. Сразу скажу. Ну, поэтому особо тут, ну, можно, конечно, порадоваться, что она есть. Я надеюсь, со временем это делают, и она будет более активно использоваться. Но так или иначе, сейчас все больше и больше сервисов, сторонних я имею в виду, интегрируют, пытаются интегрироваться с Google Class. Это замечательно. Можно так разнообразить задания и сделать курс более интересным и более насыщенным. Вот на этом я свой спич сегодняшний и заканчиваю. Ну, я вкратце, конечно, рассказала, потому что обо всех подробностях Google Classroom можно рассказывать долго и еще более подробно. Я в общих чертах обрисовала вам ситуацию с этим сервисом. На мой взгляд, очень интересный и простой инструмент. И самое главное, что он реально выручает в сложных ситуациях, когда не знаешь выхода. Действительно, вот на своем опыте проверила, что в безвыходной ситуации, когда ничего не работало, и все программы висели, все сервисы висели, и платформы не работали, только Google Class и смог прийти на выручку. Это здорово. Ну, повторюсь, тут единственный недостаток, что придется всех учеников обязательно просить, чтобы они регистрировались в Google. Вот, от них нужен аккаунт. А все остальное, это все очень просто и, надеюсь, интересно. Ну, спасибо вам большое за внимание. Я постаралась на все вопросы ответить. Если я что-то потеряла, то я еще минутку подожду, продублировать. Ну, по-моему, я на все вопросы. Тут вкладочка «Вопросы». Я сейчас открою, посмотрю. Ну, про библиотеку я уже ответила. Баллы по тесту не автоматически или подсчитываются. Имеется в виду, какой тест. Если тест Google формы, то да, есть там такая опция, называется эта опция «Тест». В Google формах ее можно настроить. И тогда сервис может посчитать все автоматически. Но это только в том случае, если у вас все вопросы с вариантами, с одним единственным вариантом ответа. Тогда сервис может все автоматически посчитать. Я имею в виду Google форму. Если вот к викторине квизиса, о которой я говорила, то да, там тоже автоматически все считается. Вы можете получить информацию, зайдя на квизис, и там все будет прописано. Там тоже все автоматом считается. Так что таким образом. Если у вас, например, опросник разных вопросов, какой-то с выбором ответа, а какой-то более развернутый, то тогда вам придется все проверять вручную. Настроить автоматическую проверку уже не получится. Ну да, а балл придется вам все равно вручную ставить. Конечно же, даже если Google форма вам все посчитала, все равно вручную вам придется это вписывать в сводную видовость успеваемости, чтобы учащиеся там увидели свою оценку, ну и вы могли контролировать весь процесс обучения. Спасибо вам большое. Вроде на вопросы теперь уже точно все ответила. Если какие-то нужны дополнительные комментарии по теме, то по электронной почте можно меня найти на Фейсбуке. К сожалению, я иногда теряю письма, и есть за мной такой грех. Потому что очень много приходит корреспонденции в почтовый ящик, часть оказывается в спаме. В общем, поэтому, если я сразу не отвечаю, то я обязательно найду и обязательно отвечу. Не волнуйтесь, пожалуйста. Презентацию можно скачать все еще из виртуальной аудитории, ну и запись тоже появится на вебинар. Спасибо большое. Жду на следующем вебинаре. Следующий вебинар, конечно, будет больше для библиотекарей. Он будет посвящен различным формам интересной работы, акциям, викторинам, фестивалям и разным другим интерактивности. Да, можно проконсультироваться. Если какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, пишите. Но я могу не сразу, не очень оперативно отвечать, потому что у меня еще параллельно работа существует. Но я стараюсь максимально на все вопросы отвечать.